Саудовская Аравия Саудия, которая сделала ставку на антитурецкую коалицию, она сейчас поняла, что сделала ошибку. Почему? Потому что, во-первых, Турция там укрепилась раз. Во-вторых, Турция ее оттеснила со всех фронтов с Ливией, Сирией. Она не дала заблокировать Катар. Фактически, вот эта вот веерная договорная линия с Израилем обнулила Саудию и ее сателлиты как центр политического ислама. То есть, Исламская улица выступила против. То есть, Саудия могла оказаться вообще в галяках. И поэтому она сейчас пытается замириться с Турцией. Потому что Турция во всех этих точках конфликтных, которые я перечислил, она является не просто выгодополучателем рациональным. Она реально является знаменосцем. Это очень важно для Саудии. Потому что Саудия это не просто пространство двух святынь. Это идеологический проект. Они себя так позиционируют, как защитников исламского мира и их представителей. И они видят, что это все перетекает сейчас в Турцию. Поэтому они, конечно, сейчас будут цепляться, когтями пытаться вырвать клок и так далее. И интересно, что, конечно, приход Байдена, потому что Бен Сальман ставил на Трампа все последние договоренности. С Америкосами это же была личная химия Трампа и семьи Сальманов. И приход Байдена, который, естественно, глобалист, который бросает вызов, не бросает вызов, но, по крайней мере, не является сторонником традиционалистов, он как бы обнуляет прежние договоренности. Потому что понятно, что Байден сейчас будет делать то, чтобы обнулить все заходы и все соглашения, которые были сделаны с Трампом. Поэтому я думаю, что здесь геополитический шарнир, он закрутился настолько лихо, что большинство даже не понимает, что все вот эти разговоры о том, что ну это что там, локальная победа. На самом деле это не локальная победа, это победа, которая дает мощнейший резонанс. И этот резонанс слышен даже за стенами Московского Кремля, очень серьезно. Говорят некоторые следующие люди, что в бункере пошла трещина.